В последнее время очень много сообщений поступает о том, что происходит в сфере здравоохранения Латвии. Так, на неопределенный срок приостановлена закупка 30 машин скорой помощи для Рижского региона. Что послужило тому причиной, как это отразится на работе скорой, узнаем из первых уст. Впервые в студии программы «Сегодня утром» министр здравоохранения Гунтез Белевич. Доброе утро. Доброе утро. Закупка машин остановлена по вашей инициативе. Официальная причина – выявлено грубое нарушение. Государство имеет право покупать автомобили только в оперативный лизинг, а в объявленном конкурсе было указано, что машины будут приобретаться при помощи финансового лизинга. Кто несет политическую ответственность за то, что была допущена такая ошибка? Именно политическую я хочу подчеркнуть. Я начну немножко сначала. Самое главное, что рижане могут быть спокойны. Услуга скорой медицинской помощи рижанам будет и после 20... Начиная с 29 апреля, когда закончится эта услуга, которую мы сейчас покупаем у третьего лица, и государство само будет оказывать эту услугу сразу же на более качественном уровне, чем она сейчас. Дело в том, что машин у службы скорой медицинской помощи достаточно, потому что государство само оказывает эту услугу по всей территории Латвии. Есть четыре региональных филиала, и только в Риге так исторически сложилось, и в некоторых населенных местах около Риги эта услуга отдана на обслуживание третьему лицу. И мы в этом году закупаем 14 новых машин. Они прибудут как раз к началу мая, и оставшихся машин, которые есть у службы, достаточно, чтобы эту услугу указывать. В региональных филиалах есть машины, которые выходят каждый день на линию. Очень много машин новых стоят... На линии выходят новые машины, не так, как в Риге. Старые. Много машин новых стоят в резерве, и сверх резерва стоит очень много машин, которых мы приведем в технический порядок хороший, и этими машинами заменим резервные машины. И резервные машины хорошие, новые мы привлечем в Ригу, и мы будем в состоянии оказывать эту услугу сами. Это понятно, но на мой вопрос вы не ответили. Все-таки последние полгода, перед тем, как выбирался новый СЭМ, никто особо... ну, не было министра здравоохранения, госпожа Цирцина ушла в отставку, и госпожа Винкова переняла, но она была куратором этой отрасли, и политическую ответственность несла премьер-министр Латвии Лаэмдута Страуима. Вы сейчас приступили, этот конкурс длится уже давно. Вы знаете, действительно, и вот эта ситуация, когда эта услуга покупается у господина Амедова, она была прикрыта решением Кабинета министров, и мне удалось это решение поменять, потому что произошли многие события, побудило к этим изменениям ревизионные сообщения государственного контроля, где было черно-побелом написано, что государство само оказывает эту услугу в два раза дешевле и более качественно. И исходя из этого, я действовал, потому что самое главное – это здоровье режима. Но сейчас, когда мы говорим именно о закупке машин, называется одно имя – Арман Сплоринч. Вы знаете, у нас, естественно, речь идет о огромных деньгах, и с государственной стороны тоже есть те, которые подыгрывают. И этот документ о том, что закупается именно в таком лизинге, который запрещен законом о бюджете и финансовом управлении, этот документ выпустил свой последний день работы госсекретарь Моцинч. И Плоринч, господин, он тоже очень опытный чиновник, он тоже был госсекретарем Министерства здравоохранения в свое время. И эти господа, они прекрасно знают, о чем идет речь. Это я, молодой министр. Хорошо, что мы вовремя спохватились. И совершенно плохо было бы, если это бы выяснилось тогда, когда конкурс закончился. А заключать договора такие нельзя, потому что законом это запрещено. И мы упустили время на приведение в порядок своих машин. И тогда на коленях просим у третьего лица, будьте добры за сверхтариф, пожалуйста, оказывайте решатым услугой. Не будет этого. Государство само в состоянии. Ну, машины, которые требуют ремонта, они в нормальном техническом состоянии? Может быть, лучше все-таки купить новые? Мы будем. И государство решило, что эти 52 миллиона, которые отпускаются на 7 лет на закупку у третьего лица, мы должны действовать в рамках этого финансирования. На этот год падает немножко больше, чем 800 тысяч. Из этих 800 тысяч у нас, почему речь шла о лизинге, чтобы заплатить первый взнос и получить как можно больше новых машин. А сейчас мы будем действовать по-другому. Когда у нас есть уверенность, что у нас машин достаточно, мы часть средств отпустим из этих 800 тысяч на ремонт машин, а за остальные просто купим машины. И в следующем году купим 38 машин, и через год купим 40 машин, сразу будем покупать машины. И у нас будет время подготовить конкурс, и окажется, что и в конкурсе можно дешевле купить машины, чем до сих пор. Я в полной уверенности. Вы назвали сумму 52 миллиона, и за счет того, что выявлена эта грубая ошибка, считается, что будет сэкономлено 7,5 миллионов. На что эти деньги будут потрачены? На что эти деньги потрачены? Они останутся у службы для того, чтобы увеличить зарплату. Ведь часть бригады у нас сейчас именно в Риге выходят на линии без второго медика, что законом запрещено. И часть денег мы отпустим на увеличение доступности медицины для наших пациентов. А когда могут быть увеличены зарплаты? Вот когда реально? Вы знаете, с 29 апреля мы как примем на работу сотрудника, у них сразу будет больше зарплат, чем до сих пор. Но вот вы также говорили в одном из интервью, что в 2016 году пациентский взнос может составить всего лишь 5 евро. Нет, я сказал 7 евро, что те же самые 5 лад. Хорошо. А знаете, почему 5 лад? Потому что когда было 5 лад, люди платили после выхода из больницы счета. А когда стало 13,5 евро, тогда очень многие не могут заплатить. И сейчас, например, у Восточной больницы долги пациентов перевесили 3,5 миллиона. И больница не может это списать. Она должна нанимать фирмы, которые выколачивают долги. Но это реально все так и будет? Мы будем платить меньше с каждым годом? Так вот с этого года мы уже платим не 13,5, а 10 евро. А через год на 3 евро еще меньше. Если мы 3,5 оселили, то еще 3 мы точно оселим. Слово даю. Но возвращаясь к разговору о состоянии машин скорой помощи. Как вы оцениваете нынешнее состояние скорых? Вне Риги, там где государство самоурудует, в прекрасном положении находится служба. Машины новые, недавно были закуплены. В Риге, конечно, мы получаем очень много жалоб. Машины старые, 10-летние, 11-летние. К сожалению, господин Плоринч был очень податливый, потому что изначально договор говорил, что если машина старше, чем 7 лет, тогда государство должно получить большую скидку. Мы никакую скидку не получаем. И договор изменен со стороны господина Плоринча. Так что служба, услуга, может быть оказана рижанам любой рухлятию. А Роман Плоринч, это руководитель неотложной помощи. Слово неотложной медицинской помощи. И вот сегодня утром он заявил, что знает. Пока что руководитель. Господин Плоринч сказал, знает, почему попал в немилость. Министров. И что же он сказал? Он сказал, что все дело в закупке, но там была определенная комиссия, работали люди, которые не совсем разбираются в законах, не знали некоторые законы. Но он не назвал, кто не разбирался в этих законах? Нет, нет, он не назвал. Постеснялся. Но он сказал единственное, на вопрос о том, как он оценивает свои шансы остаться на посту, сказал, что он не первоклассник и не второклассник, что он уже давно работает в этой сфере. Тем не менее, как вы оцениваете его руководство? Мы только что его оценивали, оценивала комиссия. Это задание комиссии состоялось в прошлую пятницу. И присутствовал сам господин Плоринч. И наши мнения, в смысле у господина Плоринча и у комиссии радикально разошлись. У господина Плоринча была очень хорошая самооценка. И у комиссии была очень негативная оценка работы господина Плоринча. Но вот сейчас вы дали ему возможность исправиться. Не я дал. Ну, комиссия, да? Не комиссия дала. А кто? Закон. Закон. Чиновники в нашем государстве очень хорошо защищены законом. У него на это сколько? Три месяца? По закону три месяца. И что будет через три месяца? Поживем увидим. А что он должен сделать? Что такое исправиться? Вы знаете, я... У нас чиновники как исправляются по закону? Нет, я вам скажу. Вы задали очень хороший вопрос. Все на самом-то, поскольку я руковожу Министерством пациентов, я все это оцениваю с точки зрения пациента. И сейчас эти три месяца как раз совпадают с тем сроком, когда государство, то есть сама служба скорой медицинской помощи должна подготовиться не к закупке этой услуги у третьего лица, а сама должна эту услугу оказывать. И я очень внимательно буду следить за тем, как готовность государства оказывать эту услугу решанам растет изо дня в день. Это для меня означает исправление. И его личное поведение, и свободное время, хотя чиновник и в свободное время всегда должен быть чиновником. Он высокий государственный чиновник. Но для меня исправиться это только его действия, результаты этих действий. Каждый понедельник я хочу видеть исправленные машины. Где они? Какие номера регистрационные полицейские? И когда мы перенимем салкорсты в свои руки, уогры, сигулду? Это для меня показатель его исправления. У меня других мерил нет. Только благо для пациента. Вы как раз таки называете себя не только министром здравоохранения, но и министром пациентов. Все верно? Я сказал, что я руковожу министром пациентов. Министерством пациентов. Потому что многие считают, что это слухи. Многие считают, что это было министерством производителей лекарств. Это слухи. Многие считают, что это министерство врачей. Врачи на самом-то деле очень влиятельная группа общества, но тоже малочисленная. А по сути дела, Министерство здравоохранения – это Министерство для пациентов. Но сфера здравоохранения очень трудная, скажем так, да? И денег вечно не хватает, и у врачей много проблем. Я не знаю, что такое трудное. Не знаете, вы не сломаетесь под гнетом проблем, которые есть в сфере здравоохранения? Я не знаю, что такое трудное с тех пор, когда я понял, что это Министерство для пациентов. Вот нужно только все решения принимать, только с одной точки зрения, что идет на благо пациента. Ну, вы не только министр, вы по профессии-то врач. И врач, фармацевт. Я два раза заканчивал медицинский институт в Москве и в Риге. А почему два раза? Потому что третий раз не надо было, и поэтому остановился на двух разах. То есть вы бы еще в третий раз пошли. Я хочу к вам обратиться как к врачу. Мы сегодня с утра с коллегами говорили... Пожалуйста, это не надо. Нет, мы... Вот как к врачу, пожалуйста, ко мне не обращайте. Мы дослушаемся до конца. Хорошо, не буду, но я в другом смысле. Потому что это же всегда так. Я как журналист к врачу, ну так, с вопросом. Мы говорили утром про то, кто жаворонки, кто совы, кто любит поспать подольше, кто встать раньше. А чисто по биоритму, как полезнее вставать рано утром или все-таки дать организму встать тогда, когда он сам того хочет, а не слушать будильник? На самом-то деле есть определенные фазы сна, когда стоит пробуждаться, и ты будешь не сонным. И эти фазы можно определить. Я знаю, что мой сын, он тоже просыпался всегда поздно и был не виспавшийся. Он молодой парень, ему 31, и у него есть такой маленький прибор, и он сейчас очень рано встает. Он встает в ту фазу, когда нужно встать. Он на работе в 6 часов, полседьмого, и надо просто только выяснить, когда встать. А когда встаете вы? У меня нет... А, когда я встаю? Да. Я стою по будильнику. По будильнику вы сколько встаете? Сегодня встал в 6.20. А обычно? На полчаса позже. На полчаса позже. Продолжение следует...